Конечно, сильно тут не разбежишься кругом, как я уже и сказал, висят камеры на столбах, так что сороковничек это у нас оптимальная скорость, ну можно конечно 59-58 ехать, это сейчас ненаказуемо, здесь у нас строятся гаражи Какая-то база, труба БУ Так, и пешеходы, это у нас святое Тут автобусный парк получается, правда желтых автобусов для детей Строительная база И остался один поворот И мы практически Завьялову проехали Да, до Ижевска показывает здесь, что-то неправильно показывает Здесь все почти рядом, все, до свидания Завьялову И мы побежали в гору Светофорчики, здесь тоже дорожка подубитая И светофор всего 30 секунд Строительный рынок И заправочка Татнефт Здесь вот с правой стороны Перед колечком В глубине у нас аэропорт Как-то одно время там была стоянка А вот здесь, на постаменте Наверное, вот где заправка как раз сейчас Газпром И стоял самолет Но его взяли и убрали Кафе с громким названием Баку Прямо сразу югом запахло Да, и вот она дорога в аэропорт направо А мы пойдем прямо Все, и опять мы выходим после кольца на новый участок И здесь дорожка вообще шикарная Шикарная Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот и добежали мы по новому асфальту до кольца И сейчас, конечно, дорожка пойдет не такая идеальная, но Ехать можно И даже нужно Снежка здесь поднавалила тоже Как зимой Лишь бы еще снег не пошел, а то там в районе После Водкинска После Водкинска там такие участки С затяжными подъемами есть На которых часто ребята прилипают Ну все, мы в лыжне И дорога у нас одна И дорога у нас одна И дорога у нас одна Только вперед и шагу назад Вот и добежали мы до Водкинска На часах 13.36 Что-то не понял Просигнал Здесь вот раньше Выставлялись блины Была весовая, там еще табличка даже осталась Мы сейчас ее проезжали в начале Водкинска Пронимаешь? Да, на часах 13.37 А температура за бортом 3.5 градуса со знаком минус Что нам пишет Прибытие уже Так, на место 623 А прибытие уже в 0.00 То есть Мы опять Сократили время в пути И уже теперь На целых полчаса Я вам даже больше скажу Сейчас мы посмотрим Сколько нам Время Он покажет Прибытие После прохождения Водкинсков Объездной Там должно нам еще Еще обрезаться время Сейчас мы это с вами Проконтролируем Так, а что у нас здесь Кафе Столовая Запчасти Магазин И какая-то Контора Вот еще одна Столовая Здесь вот ДРСУ по-моему Да Воткинское дорожное управление Все правильно Здесь вот и песок Они как раз И берут Песок И берут Для этих Для посыпания дороги Но вот Около себя Могли бы дорогу-то И подделать Так, ну что, слева построили какие-то новые склады Воткинск У нас остается По левую руку И мы уходим на объездную Так, лукойл 53, 57 Друзья Это стоит дизелька В Удмуртской республике Спускаемся мы К развилке Которая Разделяет два направления Налево мы сейчас пойдем по объездной Воткинской на Пермь А прямо мы бы пошли С вами на Чайковский Я думаю, что не за горами то время Когда мы с вами и прокатимся прямо Ну или время будет у нас побольше на дорогу Или груз полегче Потому что сейчас Вот с двадцаткой Там по тем горам Лезть Честно говоря, не очень хочется Во-первых То, что потеряешь Много времени А вдобавок Можно еще и Подвиснуть Чтобы у нас Передача немножко не включилась Точнее, включилась Да нет, да немножко Вот и все А теперь дорожка тут пойдет Вот такая С переменным успехом Но это будет недолго Всего лишь На объездной Но и то Не на всей До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания FY adding Для canvas Друзья, мы тем временем подошли к границе с Пермским краем и сейчас у нас время, эх, стекла, не успеваю протирать, хотя уже прошел 905 километров, друзья, на 5 литрах омывательной жидкости, низкозамерзающей. Так, и сейчас у нас время подвинется еще на час вперед и уже с Москвой будет разница в 2 часа. И вот впереди идет газель и не разгоняется в гору. А горы здесь уже скользкие стали, как мылом намазаны. Хотя чисто визуально кажется, что дорога сухая, а на самом деле нет местами такие подъемы скользкие. Друзья, на часах уже 17.04, это по местному, и мы дошли до Большой Соснова. до казачьей заставы здесь осталось каких-то 6 километров. и, наверное, мы на ней встанем и намоем все фары, стекла, потому что уже, честно говоря, темнеет, да еще вдобавок дождь идет ледяной. И вот сейчас включил обдув на лобовое стекло. Немножко лед оттаял, а то пленкой какой-то ледяной затягивает. Ну, естественно, на фарах тоже хоть они и светят, но уже грязи набилось, как вот на лобовом стекле в уголе. Янки, на повороте дошли мы до стоянки казачья застава. Сейчас мы заедем все-таки, намоем иллюминацию. Так, здесь у нас никого. И вот здесь мы сейчас. Так, сейчас вот в этот коридорчик встанем, развернемся, мы же ненадолго намоем фары и поедем дальше. Тут уже на стоянку паркуется. А мы пока пока только на мойку. Вот как раз для нас освободили. Вот здесь мы и встанем. И тронуться как раз будет удобно. И фары со стеколами намыть, потому что такие вот фонари светят со всех сторон. Так что стеклышки сейчас намоем, что не узнаете. Так, друзья. Немножко подождите. Я сейчас быстренько. Попейте пока. А вот и я. Ну-ка, оцените. Красота. Капельки это еще уже изморозь летит. И вот она потом на ходу примерзает. Потому что на улице у нас минус 3 градуса. Это на стоячей машине. А сейчас поедем. Как говорится, еще на градус упадет. Ну что, друзья. Все, я намыл. Потратил я на все 35 минут. Но я помыл и стекла, и фары. Там такая борода спереди. Надо было вам показать. Ледяная повисла уже из-за того, что все это со стекла, вся вода течет вниз. И на решетке здесь, на облицовке, замерзает. Ну, без этого никак. Будет время, отморозим. Сейчас даже не стал я доливать, пока стоял жидкости низкозамерзающие. Только из-за того, что только из-за того, что хочу второй раз сделать замер. Второй раз сделать замер. А сколько же все-таки емкость бачка здесь? Так, коллега, быстро идет, пропустим. И все, последнее. Остальное там далеко. Справа тоже никого. Все, поехали. Потому что в прошлый раз вышли непонятки. Мне сначала показалось, что форсунки подзамерзли на стеклоомывателе. Оказалось, нет. Когда залил 5 литров, что-то не так и не брызгало. Как будто что-то мешало. Где-то ледышка встала. Но зато теперь во-первых, и на улице не очень морозно. И во-вторых, не замерзай. Я знаю, что у меня там качественно на минус 22 не замерзает. А нет, у меня там уже другая. Я же с нижнего заправил. Да-да-да. Пятерку. И вот я так на этой пятерке и еду. Ну ладно. Наша задача еще раз замерить сколько же здесь емкости омывательного бачка. И на каком уровне гаснет сигнальная лампа предупреждающая о низком уровне не замерзающей жидкости. Ну а пока мы едем. Впереди у нас Григорьевская. Буду заезжать туда не буду пока вопрос. Но конечно надо покушать, заехать. Но впереди у нас 515 километров. И прибытие у нас в 0.38 Убираем 2 часа в 22.38 получается. Ну что ж, а как это будет на самом деле мы с вами посмотрим уже в завершение рейса. Субтитры сделал DimaTorzok